МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в районе Кармель был обстрелен грузовик. В результате происшествия пострадал водитель. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. Ранее стало известно, что Цахал задержал мужчину, сбившего двух военнослужащих в Хуваре. Он был передан правоохранительным органам для последующего допроса и расследования. В его машине в ходе обыска обнаружили нож. Напомню, что автомобильный теракт произошел накануне. Двоим пострадавшим оказали медицинскую помощь в больнице в Петахтикове. Состояние одного из солдат оценивается как средней степени тяжести, у другого легкие повреждения. С начала 2022 года в Израиль переехало более 100 тысяч новых репатриантов, что стало самым высоким показательным за три десятилетия. 60 тысяч прибыли из России, 20 тысяч из Украины. Об этом заявил генеральный директор Министерства Алии интеграции Вихай Кахана на ежегодной конференции, которая состоялась в Нью-Йорке. В последнее время в еврейском государстве работают над поддержкой чрезвычайного притока репатриантов из Восточной Европы, а также над инициативами по продвижению Алии с США и Франции, двух крупнейших общин диаспоры. Израильские родители будут получать дополнительный льготный балл при начислении зарплат на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, начиная с 2024 года. Помимо этого, Кнессет утвердил увеличение премии за работу для отцов, как наемных работников, так и частных предпринимателей. Теперь они будут приравнены к пособиям, которые получают работающие матери. Отмечается, что льготный балл на сегодняшний день составляет 235 шекелей в месяц или 2820 шекелей в год. Обвиняемый в избиении еврея на улице Бруклина, 28-летний житель Нью-Йорка, заключил с прокуратурой соглашение о признании вины в нападении на почве ненависти, благодаря чему был приговорен лишь к двум месяцам тюрьмы и трем годам испытательного срока. Сулейман Атман дважды ударил Блейка Завадского и бросил в него стакан кофе со льдом за то, что он был одет в толстовку, символикой армии обороны Израиля. С 2010 года нападавшего арестовывали семь раз за разные преступления, в том числе нападение и грабеж. Напомню, что Нью-Йорк занимает первое место по числу актов антисемитизма. С базы Цахала на юге Израиля похитили десятки тысяч патронов. Военная полиция начала расследование. Введен комендантский час для всех транспортных средств на базе Цейлим. Это не первый случай кражи крупной партии боеприпасов с одной из крупнейших баз в Негеве. В январе 2021 года из бункера в национальном учебно-тренировочном центре возле кибуца Цейлим похитили 93 тысячи патронов. Тогда возникло подозрение, что преступникам оказывали содействие лица, служившие или работавшие на базе. Еврейская община Байдхабад Мгимо Центра Роста отпраздновала новоселье. Теперь у нее есть свой дом в районе метро проспект Вернадского. На праздники побывала Наталья Кравченко. Открытие общины – это символическое возвращение Давида Рафаэлова в места его юности. Он жил на проспекте Вернадского в 80-х, когда только переехал в Москву из родной Грузии. Семья Рафаэловых жила в Кутаисе. В ней подрастали два брата и две сестры. Члены семьи соблюдали еврейские традиции, а дедушка Давида работал в синагоге. Именно его примером вдохновился Рафаэлов. Десять лет назад он внес первый свиток Торы в общину Центра Роста, ознаменовав тем самым ее появление на еврейской карте столицы. Самое главное, чтобы мы смогли своим детям дать возможность, чтобы они больше традициям нашим, корням нашим не теряли. Дальше имели возможность создавать прекрасные семьи, и дальше воспитывать хороших людей, хороших, прекрасных детей, поколение будущее, которое будет добрым, духовно богатым. Свою родную общину Давид привел сыновей, 16-летних близнецов Натаниэля и Микаэля. Когда-то ребята были первыми детьми в детском саду при Центре Роста, а теперь они изучают здесь Тору. Захотели пойти сюда, помолиться, и у нас это вошло в привычку, можно сказать. И мы сюда теперь ездим каждую субботу, каждый шаббат, и молимся, и надеемся, что здесь будет все больше и больше народу, и все больше и больше тех, кто хотят молиться. Его дела говорят сами за себя, он очень горит этим делом, считает, что приносить людям место, где можно помолиться, где можно раскрыть свою душу Богу, это очень благое дело. У общины Центр Роста крепкая связь с Московским государственным институтом международных отношений. Сюда ходит много студентов вуза, они помогают устраивать праздники. Так что многих прихожан Центра связало образование, свое собственное или детей. У меня два сына тоже учились в МГУ, старший уже закончил, младший учится, поэтому для них, чтобы рядом с ними было место, когда Лазар сказал, что можно было там посидеть, поговорить, как говорят, даже покушать, а хотя бы 10-15-20 минут провести как бы в духовном росте, это больше этого нам ничего не надо. Я поздравляю еще раз эту общину, желаю процветания, чтобы все молитвы, все пожелания, которые здесь делаются, будут делаться, чтобы это все Бог услышал. Давайте торжественно откроем эту табличку и почтим память замечательной женщины. Молильный зал Центра Давид Рафаэлов и его сестра Нино посвятили памяти своей сестры Тамары. Она жила в Израиле и оттуда помогала семье в ремонте здания. Ее мечтой было придать пространству дух Иерусалима. Живя с трудностями, наверное, видишь, ты хочешь вокруг себя тоже таких же людей, как ты сам собрать, как-то общаться, делиться, наверное. Вот это и есть, наверное, не знаю, вот, ну, дорога к Богу, я так думаю. Открытие Центра совпало с 10-летним юбилеем общины. В ближайших планах Равина Шимона Краснодомского запустить в новом учебном году программу для подростков. Даже помню первый праздник, на который мы собирались, это была Ханука. Пришло два человека всего на Хануку, но ничего, слава Богу, это нас никак не обидело. Мы поняли, что нужно расти, поэтому и называемся Центр роста. Вообще не всегда рады и детям, и взрослым. Здесь есть программы для студентов, детский клуб, занятия для женщин. Сюда можно прийти, помолиться в шаббат или просто забежать к друзьям между парами в университете. Главное – провести время с пользой для духовного роста. Выучить жюри легко и просто. Записывайтесь в кружки с учителями-носителями языка, организованные в московских общинных центрах, в Сокольниках, на Белой даче, в Реутове, в Измайлове. Каждому ученику гарантируется индивидуальный подход и современная методика обучения. В помощь студентам – книги, аудио и видеоматериалы. Поторопитесь, чтобы не пропустить начало обучения. Ждем вас на наших уроках. Это все на сегодня. Чтобы быть в курсе актуальных новостей в еврейском мире, подписывайтесь на Первый Еврейский, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова